привет привет всем здорово да его не уложила спать да иван ходит в сад он сейчас сказал перед сном что он очень сильно хочет в сад короче а я же сообщалась подружкой она живет сейчас в этом в турции и ребят 4 августа будет выступать плейсеба и я хочу полететь туда на концерт мы идем на концерт может быть есть кто тоже едет на концерт можно скооперироваться вместе мне завтра только нужно решить вопрос по ванне чтобы оставить его с бабушкой я не знаю короче как мне это сделать потому что я ужасно в щи прям поссорилась со своей мамой вплоть до того что я заблокировала я теперь думаю что делать мне нужно разблокировать как-то попросите чтобы она мне помогла 2 тбилиси но не знаю насчет тбилиси но 4 будет в стамбуле стамбуле вроде есть билеты они сегодня взяли билет себе а я завтра если договорюсь завтра возьму ваша время но я думаю не проблема будет попасть сюда на концерт я вообще думаю уже сколько три месяца ехать или нет с психологом нормально с психологом у меня следующая встреча во вторник с мама поссорилась до поссорилась потому что ты не знаю за хуйни как обычно меня просто бесит мне мне тяжело и сложно общаться со своей мамой она просто мне предложила привести ваню к ней на выходные потом когда я ей сказала что я и все-таки привезу она скажет что она хочет отдыхать я говорю нахуй ты мне тогда предлагаешь блять помощь какую-то если ты собираешься просто отдыхать и кто хуйни просто все ты не знаю не знаю хватит мне спрашивать про пашу мы с ним разошлись уже как он съехал с квартиры две недели уже точно нет плейси вы это блять моя мечта я понимаю что вот так вот абы когда-нибудь там не знаю я может быть никогда не попаду на этот концерт поэтому по-любому надо ехать спасибо с мамой паша да может быть мама паша ставлю я не знаю они просто тоже как бы не супер молодые и не хочется мне их напрягать какой-то мне концерт оформишь я не знаю что будет завтра но вообще я хочу полностью выйти из этих отношений и идти дальше что хочу изменить свои внешности ну наверное в плане лица когда-нибудь может быть сделать подтяжку и как-то как сказать у меня просто было обдумина пластика мне бы хотелось ее не переделать потому что у меня остался уебищный шрам и не хочу делать татуировку и я бы хотела переделать просто все блять ради меня рвать трусы мне кажется не стоит зай я не ищу мужчин как можно найти мужчину я не знаю нет я не ищу никого меня находят ты пишешь мне с какого-то левого аккаунта о том что хочет стать моим спутником жизни мне кажется спутник моей жизни не будет сейчас сидеть просто сложа ручки и смотреть мой эфир что-то нужно наверное делать как то я не знаю узнать где живу узнать мой номер телефона прислать мне букет цветов с конфетами там хотя и не емще сладко я не знаю вот например можно мне оплатить концерт на в этот place в турции я с радостью конечно не обещаю что ты станешь моим спутником но можно попробовать как дети блять кем я деление с ребенка у меня один мой ребенок он мой лайки привет кстати кто не знал лаки балки и нести почему я знаю эту информацию господи короче друзья кто собирается лететь на концерт пишите погнали вместе потому что он уже совсем скоро получается через неделю еще меня кстати звали на этот в барселону на кизару но не знаю его особо не слушаю поэтому хотим не обещали все платить перелет и билеты сказали хоть на край света мне потащит тима пинок ты тоже наверно хочешь эту репершу ваня проводит время исключительно со мной с кими родителями ну и с бабушками иногда когда я прошу посидеть когда мама хочет пошалить мне тоже надо как-то свою личную жизнь устраивать я просто паша говорила греблять как бы это несерьезно то что ты гуляешь там можешь устраивать устраивать свою личную жизнь а я получается должна вечерами сидеть дома с ребенком мне 30 лет я тоже должна что-то как-то не знаю как это что-то блять я не знаю уже что-то да как-то отчете от женат нас как твой сын к трактористам мне похуй на трактористов если бы у тебя был тракторный завод какой-то другой базар вокзал ну такие уже занят лайки я не знаю я вообще не хочу знать три года 1 августа ну кайф и я поздравляю то что он такой же большой мы так и не виделись не знаю не знакомили малышей кстати знаете у меня ваня очень сильно ругался и как пошел в сад перестал говорить плохие слова все таки сайдик на него очень хорошо влияет карниз да что мы послушаем можете заказывать музыку я скоро спать мы сегодня днем кстати обсуждали молодых парней и я отношусь к этому абсолютно нормально потому что молодые парни мне тоже нравится если они высокие если они подкаченные статные большими принадлежности блять ну я могу сказать что молодые конечно же во всех блять не во всех но в каких-то моментах лучше в любом случае физическом плане естественно если взять 20-летнего парня и там 45-летнего мужика но это блять небо и земля друзья замечательно коленом не конечно слишком больше нет но длина мне кажется не особо важна ребят важен диаметр а длина такое но не меньше десяти конечно сантиметра 5 что мы обсуждаем господи боже мой нет шляпа 33 это вообще не норму я бы даже не начинала встречаться таким человеком который может просто порвать и пузо ну пузо мне тоже не нравится привет сам молодой 18 половина лет что ли или 19 ему было с двое щедро ну что так то уже извините время у нас не детское можно и поговорить такие темы одни парни присоединяются и мужчины я сегодня собрала торшер вот такой красивый ну я конечно красивее мужчины в поле пашут мы не живем вместе с пашей блять а у меня вот завтра билеты куплены на плейси по мне плохо я полечу все это решено просто не ебет это замечательно нет сегодня чел написал он мне написал что хочет мне сделать кони и заплатить мне миллион рублей заманчивое предложение кто вообще не любит кони мне вот интерес еще и еще и заплатит блять пиздец ужас я могу сказать что пиздец ужас это надеть на себя паранжу блять принять ислам вот это полный пиздец для лайки знаешь сколько мне фотофетишистов пишет ёбнуться просто каждый день скинь паша свои ножки давайте приведу 5000 рублей какие блять 5000 рублей друзья у нас очень жарко я не знаю как можно принять ислам когда ты уже выебана русскими блять парнями этот пиздец у нас вот с лайки есть общая подруга которая она была славянка да ну типа христианкой она была крещённая ее перекрыла в маме что блять что что у меня за маска что это за хуйня короче ее перекрыла в моменте и она и она приняла ислам и уехала жить в дагестан кстати вот блять точно тима ты мне напомнил короче я хотела сделать знаете что такой интересный бизнес ладно похуй щас распизжу носать все равно вас немного в общем рассказываю я хотела сделать сайт где девочки смогут продавать свои ношенные трусы в китае уже по моему давно эта тема есть вот сделать сайт где я буду прикреплять фотографию не знаю что лицом какие-то демоны короче будет фотография и рядом с фотографией будут опции различные трусиками вот с различными трусиками и то есть мужчина может зайти ну вот ёбнутый какой-то типа фетишист да он может короче он я тоже потому что у меня глючно это какой-то сбой с маской вот и этот мужчина может выбрать девушку которая ему нравится и выбрать трусы которые будут стоить допустим там 10 или 20 тысяч рублей я буду забирать себе процент потому что я создала этот сайт да вот девочка будет брать там свои денежки и все и в принципе мне кажется все легально типа для каких-то ебанутых пизданутых чуваков которые любят нюхать и женские трусы всем хорошо и никто и никто и не шлюха получается правильно правильно свои я буду задорога вот продавать фу давайте такие гадости не писать пожалуйста сейчас так ну что как вам моя идея с бизнесом что они делают трусами они их нюхают мне кажется это хуенный бизнес на котором можно нормально заработать денег потому что я знаю есть разные телки которые продают фотки ног просто фотки ног там в чулках носках и они там например за фотку берут там ну 5 тысяч рублей окей типа одну и ту же фотографию можно скидывать там не знаю практически всем мужикам и сделать просто на одной фотки ног там не знаю за один день у тысяч 20 например точно а это будут реально настоящие трусы ношные девушек каких-то красивых разных которые ничего не делаем даже фотографировать ничего не надо просто надела на себя трусы ходила один день и все упаковала и на продажу есть же такие ребята которые покупают короче это реально хуенная идея я просто мозг 5 почему мерзость разные есть есть эти к профилы вообще-то ну тоже такое есть мужчина которые любят когда них какает что-то я как-то у меня прическа максимально уедущная прическа что нельзя делать что вернется детям трусы что блять на рейвы не знаю иногда да но это надо что-то употребить в любом случае когда идешь на такую вечеринку я не знаю как что-то можно для делать в трезвом состоянии я хз что что вылет вернется детям я не поняла но это ладно надеюсь ничего все хорошие бред начинается ночной бред но вот блять это у меня жизненный мут вы понимаете днем я хочу блять все время спать ночью просто меня охуярит техно и я веду прямо эфир у меня ваня начал слушать техно у него даже есть любимая исполнитель но это хард техно я не веду ни с кем параллельно эти господи эфира только если это будет какой-то мой знакомый и близкий близкий и родной я у пашни спрашиваю с кем не встречаться так давайте что-то другое включим не хочу послушать ну что ж что-то пишите ловить мою телеву я не знаю как вам попасть в мою телевку я не знаю мая телека для избранных так это что-то в рэп какой-то не хочу рэп вот вот это мы послушаем рэп калл согласно я кстати не понимала тела которые приходили в школу диджеев и играли рэп блядь зачем блядь нет ты пиздец какой-то я редко крашусь только на какие-то мероприятия я тебя не помню я не знаю кому идет быть жирным я просто не понимаю нет мне это не шло и мне это никогда не будет идти никому блять это не идет быть жирным нет блядь я теперь короче живу мыслями этим плейсеба концертом и все я сейчас думаю как мне перейти через себя через свою гордость и завтра разблокировать мать и написать ей с просьбой ребят как вы можете помочь паша рассказываю просто ничего ему не предлагайте не давайте никуда не зовите все тоже калл я не знаю что за блять уребанские диджеи это более рум отстой я знаю что мама это святое но все сложно уход для волос рассказываю я езжу раз в месяц я не знаю чем что и как я не спрашиваю я просто прихожу он делает и ухожу у меня пиздаты волосы до очень долгое время они кстати очень охуенные по качеству прям ну вот блеск блять шик блин спасибо большое содержать меня не ну я бы рада была конечно если мне просто давали деньги я бы чем-то занималась интересно но если мне человек не интересен будет правда если на него не стоит ничего то я не хочу мне очень важно чтобы мне человек очень сильно нравился там уже в принципе похуй что он там даст мне не даст главное чтобы я была влюблена но такой человек имеется я скрывать не буду да мне нравятся зожники я люблю блять мне уже нравятся зожники так да конечно все и ради содержания человек будет мерзок я никогда не понимала эскортница там не знаю проститута которая там за 20 тысяч рублей наяре вот какой-то вонючий хер какого-то черножопого чувака и блять честно я не знаю я я бы так не смогла одно дело знаете когда там ты выбираешь там тебе ставят вот парни и говорят вот они вот все платят тебе за что-то вот и ты выбираешь там вот вот этот красивый симпатичный осматриваешь его все он тебе все подходит идеально и он еще тебе денег платит а так когда блять ну хуй пойми с кем вот это вот я не знаю пиздец извините блять ну как зожник может быть скучным зожником можно заниматься спортом зожником можно я не знаю блять ходить в какие-то походы можно кататься на велосипедах вместе ходить на пробежку я не знаю ходить блять гулять в парк ебаться там я не ну короче блять мне кажется с зожником есть дохуя чем заняться с наркоманом нет наркоманом ты можешь только в ахуя сидеть в полном и умирать либо от похмелья либо от отходов там на следующий день сходить на рейв я вообще не люблю когда пахнет перегаром хотя мне кажется от меня иногда подванивало перегарчиком я понимаю но это ладно это не считается но я ненавижу вот этот запах блять мерзкий фу нахуй ворни apple передаю тебе привет а ворни 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 блять о боже я подумала что это мадонна но это не она или она нет это не мадонна какая-то жирная шлюха все раз два прическу делаю где мои женихи так помахать всем помахал всем привет завтра друзья рабочий день завтра всем на работу почему вы не спите или вы работаете 2233 или вы вообще не работаете тут одни темщики а я кстати не пью вот в чем дело знаете мне что-то пить не хочется я вчера была в мексиканке в мексиканском баре и попробовала там как называется мичелага какая-то что это такое это пиво корона ну либо что-то наподобие корона смешивается с томатным соком и острым перчиком там специи какие-то и лайм это пиздец как вкусно я обожаю томатный сок вот мы выпили по одному бокалу и на этом все что-то я не знаю мне вообще как-то алкашка не идет пап не работает уже давно я тоже хочу на работу мне нужна работа кто-то может предложить мне эту работу какую-нибудь интересную только я готова работать до 6 вечера у меня в прошлом месяце было такое похмелье что я вызывала себе капельницу потому что я понимала что я не смогу целый день пережить нормально какую работу хочешь не знаю только не эскорт спасибо няне я не буду у меня есть ребенок я не люблю вообще детей чужих особенно правда я не это не мое все у меня все через силу через конечно же любовь но я не люблю вот это все я не люблю похмеляться у меня хуже потом привет привет всем привет у вас так много присоединилось мальчишки да похмеляться это пиздец провал нет фу она такая жирная мерзкая тёлка я не делала скулы ой мне нужно просто 3 числа лететь в стамбул и все ботокс я ставила наверное два года назад вот сюда в межбровку и все, ну он уже конечно же давным-давно рассосался сейчас пойду спать мне кажется я слишком часто начала запускать время эфира я лечу одна, но у меня подруга живет в Турции она там будет со своей еще подружкой и мы там вместе будем мне просто нужно взять билет и договориться с бабушками и все а так я не знаю должна ну может познакомлюсь там с одним парнем который звал меня в Барселону да да, да, это очень круто вот у меня есть такой чувак сколько должен зарабатывать дохуя вообще я бы хотела зарабатывать дохуя где дайте мне работу хорошую ищу работу гекс привет гекс нормально тут недавно заработала мы вот с гексом сняли Паши клип и что-то даже не просят его выкладывать ребята, которые заказывали этот клип денег заплатили сколько они заплатили должны были заплатить 3 миллиона заплатили 2 поэтому ничего не просят выплачивать выкладывать но клип хороший и трек пиздатый и музыка пиздатая вот вы задаете вопрос познакомилась бы я с парнем 25 лет если ты в стиле Шаляпина Прохора то нет конечно потому что на месте Прохора Шаляпина я понимаете я не хочу снимать рилсы они это вообще ни к чему не приводит у меня нет вот такой какой-то искры снимать рилсы в порнухе я бы тоже не снималась я не знаю что должно произойти чтобы я снялась в порнухе нет я конечно ну там какие-то хоум видео снимала но блять я не знаю ну как бы как минимум у меня перед ребенком будет как-то стыдно я бы не хотела чтобы его потом друзья созерцали прекрасную милфу в виде меня но если бы например может быть в другом измерении возможно я бы не жила с мужиком который зарабатывает 30 тысяч в месяц блять смотри какая работа если он начинает с чего-то и идет к чему-то у него есть какая-то цель то возможно да я бы встречалась с таким но если ему конечно же не 35-36 лет если ему там 20-25 да я бы встречалась с таким но я могу сказать что ребята в 20 лет уже могут спокойно зарабатывать от 100 тысяч легко если он смышленый и какой-то ну блять не темщик но хотя бы что-то понимает в этой жизни я бы купила вторичку в Сталинке конечно же я хотела купить вторичку в Сталинке если бы была ипотека семейная на вторичке потому что новостройки в виде пика и там вот эти вот самолеты это полное дерьмо просто нет другого выбора блять что я игнорю вы задаете вопрос блять как паша ебаный насос напишите ему спросите у него как он я не знаю в деревню я бы переехала жить если бы был нормальный дом и хорошие условия почему бы и нет я бы жила на природе я бы вообще хотела дом да я бы занималась домашним хозяйством только конечно не за коровами ухаживала там и за курами потому что я ненавижу это все а так может быть растения какие-нибудь рассаживала хотя и растения тоже не особо люблю ванек хорошо завтра в садик о чем я мечтаю я мечтаю самореализоваться пока это у меня слова какие-то до действий еще руки не дошли но ну как частично я не могу слушать эту жирную шлюху стой я бы конечно хотела бы сама спокойно зарабатывать деньги не работать там на пашу вот этой всей хуйной заниматься что-то свое иметь ладно друзья какие у меня крошки здесь смотрят крошки не хочу мне не надо нет не хочу не скидь да я на пашу всю жизнь работаю ребята полностью обслуживаю от и до на вайлберсе работала бы я я бы открыла точку вайлберес но мне кажется очень заебищная а на вайлберсе я не знаю какая там зарплата если там мизерная зарплата возможно нет но если бы у меня не было выхода какого то я бы естественно блять пошла бы работать курьером или на вайлберес или еще куда то там кассиром блять в магазин одежды устроилась бы я не знаю я бы щемилась наверное во все двери ну вот 130 тысяч мне бы наверное хватило выплачивать ипотеку только садик у меня еще тоже платный может вот так вот буду скоро ебаж только осталось купить пульт ну ребят как я вам буду сейчас рассказывать в каком районе у меня жилье ну чтобы что что какие-то ебанутые тут гуляли их-то таких много кто знает кто знает кто не знает тому и не надо знать ваня спит с этим гусем и я хочу у него забрать этого гуся потому что он пиздатый надо купить еще такого гуся хули я же сплю одна мне некого обнимать не надо говорить где я живу спасибо большое нахуя это делать а я сегодня еще угорнула на меня в суд хотят подать на меня хочет в суд подать телка с которой Паша тусовался блять просто такой бред я когда читаю этот бред я думаю ну вы серьезно суд на меня за как-то клевету блять что там я не знаю человек что-то себе придумал невероятно не хотелось сказать мы как бы тут вывозили в лес неважно когда и кого поэтому вот это давай вот просто суд за клевету какую-то которой не было извините до свидания ПДН нет ни разу не вызывали но мне часто угрожали но если даже вызвать ко мне ПДН то мне кажется ПДН захочется со мной жить у нас дома потому что я создаю настолько комфортные охуенные условия что любой бы остался жить у меня привет Нью-Йорк я так хочу в штаты ребят кто живет в штатах заберите меня я так хочу там побывать да я пыталась получить визу в прошлом году но мне отказали найти мужа но я слыхала что мужчины в Америке они немножко другие виза невеста отлично напиши мне в директ я с радостью все ищем мужа не знаю у меня такого спортзала здесь нет нет до венчики меня нету я не смотрела выпуск бустера с Пашей потому что я априори вообще не смотрю выпуски какие-то интервью про чеку с Пашей а ты нашла там себе мужа не в Латвию я не хочу я бы поехала в штаты где-нибудь обосновалась бы в Лос-Анджелесе и потом путешествовала по всем штатам хуена же у меня нет мужа ребят я свободный человек и делаю что я хочу ну все все ищем мужа мне из штатов только я не хочу негра нет там должны быть какие-то основания либо ты просто должен понравиться интервью с которым ты общаешься у меня сейчас закончится эфир зависла потому что мне позвонил какой-то тип о с нами эмси пох бань парилка вот кэп что там вот кэпи вас полный расколбас все ребят всем спокойной ночи тэпи и тэпи